Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус, и я записываю видос по Варкрафту. Играю я в рэндом тим 2 на 2 за ночных эльфов. То есть мне попадется случайный союзник и два случайных оппонента. Играю за эльфов по вашей просьбе. К сожалению, не по своему скиллу и по своему умению, а по вашей просьбе. Ну, как я буду играть? Буду играть за эльфов по замечательной стратегии в медведей. Блин, жесть. Battle.net, конечно, мертв полностью. На канале 1, 2, 3, где раньше всегда было 20-30 человек, вообще никого нет. Единственный живой канал, наверное, это клан Кау-3. Вон здесь кто-то даже есть. Так, я играю с орком против хумана и орка. Декстерс Данжен. РТ это такой формат игры в Варкрафте, покрытый томной, наверное, легендой. Сплетен и прочего. Потому что здесь часто вам попадаются очень странные союзники, например, я, который играет не очень хорошо. И вы переживаете, ваши нервы тратятся. Может быть, поставить в уголок камеру? Мне кажется, норм. Ладно, будем считать, что нормально. Не знаю, зачем я стримлю с вебкой, но меня все спрашивают. Вадим, а почему ты стримишь без вебки? Я решил взять и включить вебку. Мне кажется, это ультимативное такое решение. Хай, мид, райс, энд, биарс. Вот мой союзник позитивно настроен, это уже радует. Ми-хэ-хэ. Ой, вот после этой надписи мне хочется ливать. Он будет играть в хэт-хантеры. Хэт-хантеры не очень сильные юниты, к сожалению, в этой игре. Точнее, даже очень слабые. Ну, не то, что они слабые, но они плохо подходят под концепцию, не побоюсь этого слова, концепцию орков. А, нет, не туда иду разведывать. Беру, может взять панду? А, возьму демон-хантера, демон-слейера. Возьму-ка я демон-слейер. Пауэр-бэланс. Пауэр-бэланс куклю еще заодно. Так. Что, строим виспов. Когда строится барак, построим арчу. Ну, но наша цель, как можно быстрее построить тер-3. Так, вот он, орк. В принципе, я думаю, что даже не стоит пытаться увидеть, какой будет герой. Ну, и надо как можно скорее, как можно лучше разведывать эту точку. Потому что, возможно, Хуман постарается поставить здесь экспанд. Строим арчу. Конечно, неплохо орк будет гонять наших шариков, поэтому мы отнесем их на базу нашего союзника орка. Он будет в шоке, конечно. Но это вынужденные меры. Шариком, иначе будет плохо. Да им и так будет плохо, на самом деле. Ну, мы их сюда воткнем. Нет, то дерево даже не кликабельное какое-то. Я готова. Так, что там? О! Лучница, конечно, сейчас будет терпеть. Ой, лол. У меня тут виспы в бой вступили. Храбрые виспы. Вы когда-нибудь видели храбрых виспов? Вот они. Так, о, он тут крепится. Вот гад. У меня даже паукан ударил. За что? О, зачем я паукан ударил? Короче, я нарушил этот хрупкий баланс. А, стоило бы, наверное, заказать грейт-базу, если... Постройте лунный колодец. Заодно. Что-то я далековато убежал с поля битвы. Но я ему мешал, надо сказать. Ну, по крайней мере, я ему не помогал. Скажем так. А это уже полдела. Сейчас он будет лечиться. А мы такие приходим. 32. Монобер на 32. Так, отходим. Нам не нужны эти сражения. Главное, что мы контролируем его экспант. У нас виспы в филиале. В нашем орковском филиале. Что-то я вообще... Ничего тут нету. Никаких построек, ничего. Все, закрыли. Закрыли вход в базу. Сори. База на ремонте. Надо к орку сходить, закупиться у него хилочками. Контроль он мне не дал, поэтому свой я забираю. Гордо. Когда вы забираете контроль, делайте это гордо. Так, орк бежит к хуму. Ну, молодец. Так, ну, можно тоже покрепиться. Не менее гордо. Где сейчас орк, интересно. Надо ему мешать, потому что, когда вы ему мешаете, он отвлекается от похода на вашу базу. Если сейчас прилет к ней на базу, у меня тут одна гордая лучница. Ну, и я думаю, что на гордости я не отобьюсь. Надо магаз построить. Газдадим. Ничего, так вот. Какое вам выберу-то, лол? Замечательная застройка. О, можно... Можно крипиться. А здесь орк, небось, покрепился уже. Не, никто здесь не крепился. Так. Давайте тогда я займусь этим благородным делом. Где-то я слышал, что крипинг дело благородное. Возможно, я... Перепутал это с другим словом, но... Не перепутал я? Нет, правильно. Все правильно? Ну, ладно. Так, что делать мой союзник? Построил грантов, кучу. Кучу грантов он построил. Мой союзник, видно, не профессионал этой игры. Учитывая вот это вот, то, что творится на его базе. Так, что победить мне мой... Ой, не хочу я повторять сценария прошлой игры. Наконец-то! Поэтому мы отходим и хиляемся. Отходим и хиляемся. Ой, мой союзник, конечно, очень опасный. Я пойду присоединюсь к его походу. Надо достроить виспов. Проблема в том, что мне не хватает их. Вообще никак. О, он кликнул. Гоу! И он... Он сказал, что играет в массу хэтхантеров, при этом идет застраивать базу противников. Ну, тоже неплохо. Это не хэтхантеры, конечно, но... Тоже что-то. Проблема в том, что у меня ни черта нету. Могу разве что... Даже виспа не могу подвезти никуда. Второго героя хоть взять. Что он делает? Он берет и строит кучу башен на базе. Эх, контроль не дал мне гад. Я бы сейчас героя заказал. Так, у меня опять... Все, этот висп уже лишний. Делаем грейд. Отходим немножечко. Берем нагу. Идем назад. Здесь просто... Здесь хаос творится. Просто хаос. Масс рабочие дерутся. Так, так, как-то сдохнет-то. Берем сразу эту и изжем. Просто берем и изжем. Так, я думаю, стоит... Не, пока не могу построить войска, к сожалению. Мы тут жарим в огненном плаще. Все, жарим. Нет, вот лучница отстань. Просто дичайший контроль творится здесь. Действий, я не знаю. Берем молнии сразу. Почему бы и нет? Смотрите, молния. На! Просто одного сразу положили. Так, этот у нас внутри базы дерется, как... Ой, лол, меня оглушили. Я оглушен. Так, ты че не стоишь? Капюшон? Но это все еще без войск. Это еще так. О! Нет, героем, героем, вон. Тихоев, но воркерс, ха-ха. Действительно забавно. Проблема только в том... Ой, куда? Она умрет, к сожалению. К сожалению, она обречена. В ней... Ей в лицо прилетел молоток и... Не, она, конечно, ползет. Хотя, маунтингинг такой же медленный, как она. И у него 11 манны. И два зелени уязвимостей никак ему не помогут. Так. Интересно, дальше продолжишь штамповать грантов, как псих? Похоже, что да. А мне нужно построить дриад. Масс эйр, тхере. Надо написать, что там много воздуха. Есть такое английское слово, тхере? Тхера, ведь. Ну вот, я так и знал. Так, на всякий случай, похиляемся с одного колодца. Нехехе. Ну, этот чел, челу пофиг. Он хатхантер, так хатхантер. Гранты, так гранты. И все, не будем переусердствовать с дриадами. Нафиг дриад. Да, не могут прийти. Ну, у меня герой сейчас воскресится. А у него телепорт предусмотрительно сохранен. Так, сейчас мы пока купим сферу яда. Интересно, ты можешь заползти внутрь базы? О, даже проход есть. Но это еще все было без войск. Знаешь, что такое лунный колодец? Знаешь? Это нормально, с такими знаниями. Да. Нам бы в магазин. Ты знаешь, что такое магазин? Он такой, нейтральный. А его здесь нету. Вот это поворот. Ты хочешь идти в магазин, а его здесь нету. Ой-ой. Да, неплохо, тут к нам приперлись. Да, неплохо тут получилось все. Меня убили все. Но. Но. Все не так плохо. Потому что у меня есть союзник с хэдхантерами. Ой, лол. Ой, лол. Мне бы... Блин, он даже крикнуть не может. Кричи! Отлично. Тут верно, разлетаются просто. А все почему? Потому что мы крикнули. Так, бьем. Телепорт! Нет! Ой, да что ж такое-то, а? Хотя мы союзники тут тоже вроде что-то делают. Это нет, боюсь, что я здесь не сдюжу. Не, ну на самом деле все не так плохо, учитывая, что мой союзник не очень опытный игрок. Варкрафт, пропусти меня внутрь моей базы, гад! Нет, ты его не парит. Выкапываемся. Да выкапываемся. Лол, какие баллисты! Выкапывайся. Пора просыпаться, оказывается. Как мне больно-то, а? Ум, лог вроде включен. Бросили меня здесь одного на произвол. Так, а что у моего союзника? У меня союзника нету ничего. Все очень плохо. У меня исходящее дерево зато. Вывод какой? Мифы, которые ходят в РТ вокруг бешеных союзников? Это правда. Но, к сожалению, нам обоим в этой игре достались плохие союзники. Мне он, я ему. Пятый маунтинг, офигеть. Давайте здесь вкопаемся. Так, 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 а ну подошел сюда за ударом. Мы с моим союзником не сдаемся. Хоть мы друг другу и достались. 72 золота и 62 древесины. Это подбадривающая пачка ресурсов. Можно лучниц подстроить, конечно. Но это все фигня, потому что там, блин, эти... Был бы у него теперь три улучшенные там, пацаны. Вот даже грейд на атаку есть. Оу. Не, ну там-то на самом деле у них-то ничего нету. Сразу застрял? Не, не застрял. Так, мне нужны медведи. Мне нужна хилочка. Даже сейчас она у меня будет. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Да. Сейчас настал. Здесь лучница, медведь. Не буди мне зверя. Тут где-то драка. Ой, Лол, нет. Меда будить. Мы должны действовать. Так, мои доблестные войска должны сражаться. Лол, ты куда ты идешь? Нужны медведи. Много медведей. Не один. Чуть больше. Мы союзника второго левела Блэйдмастер против нас пятый Маунтин Кинг. Плохо, конечно, это плохо. Здесь виверны всякие. Не, ну, все, что здесь есть, контрит с хэтхантерами и медведями. Вопрос в количестве. Давайте его подхиляем. 300 золота он мне дал, ух ты. Подбадривающие три сотни. Изучим толстые шкуры. Не, не знаю, сейчас неплохо, на самом деле, они дают нам развиваться. Я, наконец-таки, построю медведей. Еще 300 золота. Да, лол, у него что, дядя на золотой фабрике работает? Еще древесину мне дал с такими. It's done, bro. Написать, что, ребятки, что за бескультурное поведение. Надо, кстати, бы вот такую вот тему купить. Ну, нормально. Если изменились, возможно, они даже изменятся. Да, как говорил школьник Нефедову, изменись перед нашей школой. Очень плохо. Так, подожди, не ломай тут столы. Только стулья. Так, ну что, у нас здесь очень много медведей. Пойду закреплюсь, что. 20-ая минута игры. Время раскрывать свой криппинг потенциал. А мой союзник пока там порезвится. Резвимся, как хотим. Можно даже крикнуть. О, свиток зверя. Очень хороший артефакт. Он равноценен, крик у медведей. Как раз самое то. Что надо? Сколько у меня медведей-то? Так, герой наших союзников погиб. Но это не повод расстраиваться. Мы все понимаем. Строим еще медведей. Герой у меня, конечно, не очень. Единственное, что меня расстраивает, что у меня вторая нага, а не панда. Остальное фигня. Лол, там виверны. Лол. Они все меня боятся, вы видите? Они все... Передумали бояться. Черт. Она умрет. Но она отвлекла их. Так, короче. Как больно-то, а? Просто посмотри, как больно. Так, все, превращаемся... Становимся медведями. Приказывай. Да в манноберн хоть сделай. Ну, близко. О, молодец. Не, ну здесь ничего не сделать, к сожалению. Как бы я не хотел. Куда они бегут? Эти чертовы союзные. Приказывай. Этого хоть заберем. Во. Да, блин, конечно, там... Наконец-то. Ого. Фуф. Мы все еще живы. Нагого воскрешать смысла не вижу. Она не очень сильная. Блин, здесь базы строят. Просто как по фану. Включаем горелку. Антимагию. Все продумано. Да лол. Отлично. Манноберн на 63. Стратегический. Выключаем горелку. О. Гады. Подхиливаем. Он даже меня подхилял. Кстати, смотрите. Здесь все не так плохо. Медведи-то живут. Да лол. Так, продолжаем строить медведей. Расстраиваемся, что взяли нагу, а не панду. Но не сильно. Да? Нормально. Так, скоро иссякнет золотой рудник. Делаем грейд на единение с природой. От того, чтобы быть ближе к ней. Так, что там по следующим медведям-то? Не, ну он понимает, что медведи-то сильные. Делаем ярости. I will come... Да пофиг. I will come with space. Да, игра-то еще не заканчивается. Жалко, что по героям все плохо. Нагу, что ли, воскрешать? Даже не знаю. Найс мэп-хак. We will report you. Конечно, всем плевать на мэп-хак. Конечно, может даже у него и не мэп-хак. Но надо как-то немножечко повызывать бэдхёрд. Вот мэха. Ты не знаешь, что такое мэп-хак? Так. Нормально. Сейчас поддеремся. Так, ты у нас крикнешь сейчас. Давай. Бэк. Да лол, ну бас, сейчас тебя убьют же. Хух, блин. Не надо драться на базе. Не надо драться на базе, сказал я. Медведи. Непослушные. Enjoy loss. Ой, лол. Наконец-то. Все не так плохо, если бы у союзника были нормальные войска, если бы меня не стелепортировалась часть армии. Предложили телепортироваться, но... Так, где мой герой-то? О, три медведя. Почти как алкогольный напиток. Некрепкий. Конечно. Не, ну если серьезно, конечно, то, что сейчас строит союзник, это совсем не войска. Я плохо играю. То есть он, типа, должен Виверн убить, а если бы он убил Виверн, у меня по земле это не так все плохо, в принципе. Строим медведей. Да, лол. Надоели. Трижды задиспелили коней. Я где-то слышал, что чем больше, тем лучше. Конечно. Мне кажется, я не выдержу этот воздушный флот. Да, лол. Хиляйся, бро. Уходи. Нет. Нас окружили. Нас обложили со всех сторон. Беги. Нет. Задиспелить надо кого-нибудь. Кого-нибудь задиспелить. Срочно. Нет, Виспов. Что же делать? Магазин. Магазин. Я готовил тебя к этому всю жизнь. Магазин. Магазин. Они украли у тебя товары. Ломай. Ломай. Манерап. Добавим. Для того, чтобы показать ему, его манеру общения. Ну, что я могу сказать? Получилась довольно любопытная игра. Филиал. Филиал моего союзника. Филиал. Зато у меня тут база. База осела. Что я могу сказать? Довольно любопытное было начало. Но, к сожалению, оно было абсолютно не согласованное. То есть, если идти рашить, если он мне сказал, что строит хатхантеров, они бы, в принципе, неплохо подошли. Третий грейд, хатхантеры. Под медведей они бы, в принципе, подошли, расстреливая из-под спин медведей. Все. Получилось, что я перехожу в глубокий лейт, а он рашит. Очень не согласованно и глупо. Как мне стоило играть в такой игре? О-о-о-о. Видя, видя, что мой союзник идет в раш, нужно было рашить вместе с ним. В принципе, моя вина, как говорил кто-то из американских президентов. Делай то, что можешь, с тем, с чем можешь. Вот, например, воскреси демон хантера, говорил он. А, хотя, может, у меня колодцы есть? Нет, колодцев у меня, похоже, нет. Не, о, один колодец. Это ключевой колодец. Это не какая-то фигня, это ключевой колодец. Я уверен, что мой союзник еще полыгры будет тут сидеть, прятать там здания, все дела. Может, даже виспов построить. Но это уже, понятно, бесполезно. То есть, надо было рашить вместе с ним, тогда мы бы победили в начале. Либо моему союзнику надо было делать то, что нужно. То есть, то, что он написал, точнее. Он написал, что будет строить хатхантеров, так строил бы своих чертовых хатхантеров. У меня пятый, пятый охотник на демонов, это тоже неплохо. А был бы он еще выше уровнем, если бы я не построил бесполезную нагу. Или нагу, как вам угоднее. Нагу-нагу? Нагу-нагу, но она одета была, к сожалению. Я жарю. В прямом и переносном смысле. Просто уничтожая всех. Понятно, что мы обречены. Понятно, что шансов нет. Понятно, что все плохо. Но мы сражаемся до последнего. Сейчас с Альт-Куку нажму ливну. О, два золота! Просто, вы посмотрите. Вот, когда вас спросят, что такое самоотверженность, отчаяние, когда вас спросят, что такое глупая самоотверженность, пришлите ему скриншот вот этого, вот прислано два единицы. Вы просто посмотрите. Мы уничтожаем на пару все, что можно. Пятый демон хантер и третий блейдмастер, уже четвертый. Он растет на глазах. Месть. Он мстит за свою базу, за свои земли. Шансов нет. Он понимает, это лучше других. Я, кстати, могу построить даже эти медведницы всякие. Даже вот здесь могу их построить. Такой, ты бишь? Такие. Священная роща? У них нет ничего святого. Ой, что я творю? Вообще не знаю. Чему? Не сдаваться? Да у меня герои еще тут... Так. Никогда не сдавайте. Давай, сейчас еще этого дожарим. Ну! Удар! О, отлично. Он мне предложил зайти сюда. Don't go there, написал он. Поэтому я обязательно сюда приду. Если какой-то бред творится, он пытается очистить под свой экспант. Жарим как можем. Кони! Смешались люди-кони! Лермонтов! Лермонтов идет! Нет! Беги или сражайся! Не подблочишь ты меня! No, no! Уф! Лермонтов! Вся жизнь перед глазами, Михаил Юрьевич. Уф! У меня висп есть! ГГ написал он, но это не ГГ. Тут еще играть, извините меня. Так, с этим мы тоже разминулись. Подождите. Это не Лермонтов, но он еще более опасен. Опять ничего. Пушкин. Смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, золотая цепь. Нет! Я сглашен! Смерть поэт. Да что ж такое! Нет! Ну что ж, друзья, это наркоманский варкрафт, похоже, подошел к концу, потому что у нас есть древо вечности, но эта игра не может продолжаться вечно. Несмотря на наличие древа, Тадзара тоже погиб. Хотя Тадзара был неплохим парнем. Еще Тадзара. Тадзара. Да, и манга. Блин, даже... Не, ну реально у них нет ничего святого. Я... Что делать в таких случаях? Смотрите, что делать в таких случаях. Выкапывают дерево. Нет! Нет, не в этом смысле. Я хотел его спрятать. Огненный столб! Ааа, беспыт. Так, мы задиспелим их, уничтожаем манну. Ух, как. Как хитро и как коварно. Блейд шторм, блейд ман... Нееет. Как? Все так хорошо шло. Как это могло произойти вообще? Чуть-чуть не хватило. Да, даже в теории непонятно. Интересно... Почти, да? Чуть-чуть не попало. Интересно, сколько будет одинаковых комментариев, типа, что они принимают, что он пил, ну и так далее. Чем ее поил. Чем ее поил. Войск убитых, вы посмотрите, я убил 29 войск. Это очень мало. Очень мало, надо сказать. Мой союзник, кстати... Здание уничтожено, мне нравится. А дно. А? Да но. Дно. Ну, то есть, на самом деле, мой союзник был не самым сильным. Ну, то есть, слабее любого из противников. Но я не могу сказать, что я сыграл лучше, чем он, поэтому промолчу. По героям. У нас по героям все. У нас по героям такой смайлик из двух нулей. Ну, ладно, друзья, всем счастливо. Ой, извините. Вот все испортил! Вот все испортил! Блин, это надо вырезать. Это надо вырезать. Да я шучу, конечно, не буду вырезать. Это же природа. Кто посигнул на природу? Зов природы. Есть такой спел, кстати, по-моему, в Хардстоуне. Ну, что ж, до новых встреч. С вами был Вадим 2К Хаус и закадровый голос господина ведущего. Всем пока.